Лесной район Тверской области остался без дороги Медведково-Сундуки. На 14-м километре дорогу размыли потоки воды. Фотографии бедствия опубликованы в паблике «Подслужно в лесном». О масштабах ЧП и как будет решена проблема, в какие сроки, выяснил наш корреспондент. Участок дороги между населенными пунктами Медведково-Сундуки размыло из-за резкого подъема уровня паводковых вод 10 марта. Вот что писали по этому поводу местные жители. В нашей администрации в районе вообще проблем нет. Живем и процветаем, потому что им плевать на то, что происходит дальше их кабинета. Там дороги во всех направлениях одна сплошная жуть, и никому дела нет. Мне кажется, она не закрыта, ей вообще походу пи***ц. Дороги как таковой не было, да и ту смыла. Как сообщили в местной диспетчерской службе, на место выезжала бригада ДРСУ. Причина размытия в тающем снеге в лесах. Накануне лесное сильно засыпало снегом. В теплую погоду снег в лесах стал таять и смыл дорогу. В дирекции Тверского областного дорожного фонда прокомментировали ситуацию с размытием дороги. В настоящее время дорожная эксплуатационная организация, обслуживающая данную автодорогу, принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Устанавливает дорожные знаки и заграждающие устройства. Формируется запас необходимых инертных материалов. На участке будет организовано круглосуточное дежурство специальной дорожной техники. К восстановительным работам приступят после спад уровня воды. Ориентировочно утром 11 марта. При движении с деревни Сундуки объехать аварийный участок можно по автодорогам. Лесное, Заболотье и Телятники, Сырогожское, Мотыли, Сундуки, Вышний Волочок, Бежеск, Санково, Лесное, Пестово. Дирекция Дорфонда обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и выбирать альтернативный путь объезда. Накануне глава региона обращал особое внимание всех ответственных лиц на более тщательную и скоординированную работу в части прохождения весеннего половодия. В данной ситуации очень важна позиция органов местного самоуправления, дорожного фонда, тех организаций, которые эксплуатируют дороги, посмотреть, насколько инфраструктура сегодня приняла в должное состояние. Мониторинг этот вести на протяжении всего периода весеннего половодия. Всего в профилактических мероприятиях в этом сезоне будут задействованы силы и средства более 10 тысяч специалистов, почти 4 тысячи единицы техники. В случае необходимости эвакуации людей подготовлено 9 пунктов временного размещения общей вместимостью до 800 человек.